Здравствуйте! Сегодня мы продолжаем обсуждать с Русланом Авдониным, что посмотреть. На этой неделе я посмотрел фильм 2013 года, до этого я его не видел, «Географ Глобус Пропил». Я так понимаю, что Руслан его тоже смотрел, да? Да, совершенно верно. В главной роли там Хабенский, ну, соответственно, на 7-8 лет моложе, ему около 40 лет. Хотя этот фильм, он был снят по книге, есть такой писатель, не знаю, Иванов или Иванов? Иванов, по-моему, Иванов. Вот, причем «Земляк» уральский писатель. Вот. В книге там учителю этому около 28. Ну, смысл, опять же, я не знаю, почему либо все фильмы, которые мне попадаются, либо все российские фильмы такие, либо «Жизненно» такая, но они все перекликаются. Вот как мы обсуждали и «Молоко», и вот этот вот, что-то есть в них общее. То есть какая-то вот тоска и безысходность, абсолютная безысходность. Но я живу на Западе. Я вам говорю совершенно с открытым сердцем, у нас тут такая же безысходность, просто она заполирована. И поэтому она вот так, очевидно, не видна. А, видимо, русская душа, она нараспашку, и она не стесняется показывать, насколько безысходна эта жизнь. А у нас все как в конфетке. Оболочка красивая, а внутри говно. Вот. То есть у нас тоже есть чернушные фильмы, конечно. Но вот этого как бы вот преуспевания в этих российских фильмах нет. Там вот прямо вот чисто, вот совершенно чисто оголенные нервы, оголенные чувства и полное чувство безысходности. То есть человек, непонятно, за что его выперли из научного института, ну, видимо, за пьянку тоже, потому что он любит выпить. А что ему еще делать, кроме как пить, да? Вот я недавно делал передачу по Некрасову, и он там оправдывает народ. А что, их работа не валит, пьянка их валит, а работа их не валит. А здесь можно сказать, а что, жизнь их не валит, пьешь ты, не пьешь ты. Вот. И он устраивается на обум в школу, причем он по профессии биолог, но берут его географом. Мы не можем брать на работу человека без педагогического образования, да и вообще без какого-либо знания предмета. Рост Борисович, я с удовольствием ознакомлюсь с этим предметом. Ну что, видишь, что у него географа? А кто? Ну и как он? Я вам дула! О, привет. Это я, твой пупсик. Я тебе не верю, я вам вообще никому не верю, потому что вы сами себя не уважаете. Ну ладно, только ты десять раз повторяешь, что ты бивень, падла. Я вам правду глаза говорю, вы же даже не краснеете. Взял. Я хочу жить, как святой, что ли. Что-нибудь трахаться, что ли? Да нет. Ну, святым нельзя трахаться. Дуры, это монархам нельзя. А святые не все были монархами. Вам не то, что география, вам вообще ничего не надо. Это новенькая? Да не, Виктор Сергеевич, это вы новенький, а Маша здесь с первого класса. Кроме мобильников... На что похоже? На солнце. На вечный взрыв. Порнухи и наркоты. Вы про доли. О географии он знает очень немного. Учеников он, естественно, ненавидит. И это хорошо, что он показывает искренне, как он к ним относится. Потому что наши западные учителя бы просто как мартышки бы прыгали, чтобы скрыть, как они в душе ненавидят этих учеников. С детьми вообще нельзя работать, если ты их любишь. Они сядут тебе на голову, они насрут тебе на этот самый... Поэтому у нас все великие педагоги, учителя и нянечки, они фракенбоки. То есть они по-настоящему воодушевленно ненавидят детей. И только такие могут преуспевать их воспитывать. Потому что дети — это мелкие чудовища, которые, когда собираются еще к тому же вместе, они хуже обезьян, значительно хуже обезьян. У обезьян просто ума не хватает вытворять то, что, допустим, вытворяет тот класс, где он оказался. Ему и мочатся на тряпку, которой вытирают доску. И так, дерьмо это ему намазали на ручку или нет? Нет. Это в другом фильме? В этом я не помню этого. Но могли. Я уже все это перепутал. Ну и строятся такие же отношения, что у него совершенно беспросвет, что у молодежи, которая учится, тоже полный беспросвет. Причем, естественно, у него живые устремления, какое-то стремление к любви, к пониманию, к философии. Но все это превращается в популистское желание как бы через это пренебрежение к детям, как бы, в общем, с ними как-то найти общий язык, что тоже оказывается совершенно бесполезно, потому что они же его издают в конце, сняв все, что он делает, и его, естественно, выгоняют из школы, еще говоря, что только из-за того, что они ценят репутацию школы, они не подают на него жалобу в полицию за растление там этих малолетних, за пьянство, за прочие все вещи. Вот. Он, короче, им проигрывает в карты, обещание повести их в поход, и они прутся в этот поход на катамаране, одно слово, а не катамаран, фиг знает какая-то это фигня, на которую они там в пятером, в шестером, в семером сплавляются по порогам, все время на волоске от гибели. Вот. Он постоянно бухает. Они постоянно мокрые. Они постоянно мокрые. В него влюбляется одна девочка, вот мы ее видим на обложке здесь. Да. Но вроде как он не пользуется этим, ну это уж тогда был бы вообще криминал. Вот. Вроде как по ходу фильма он ее не имеет. Хотя у них там даже в какой-то степени эротическая сцена есть, но невольная, потому как они сильно промокли, когда он ей говорит, что они не могут быть, так сказать, вместе. Она куда-то ломанулась, кабанчиком, и упала в какую-то заводь, вымокла, и чтобы она совсем не умерла, он ее, найдя в какой-то заброшенной деревне горячую печку, раздевает, прислоняет к этой печке. Ну, кто-то может увидеть в этом элементы эротики, но там как бы, в общем, подчеркивается, что он не воспользовался этой слабостью девушки, значит, и здоровый мужик не отымел ее. Иначе бы на всю страну все учителя, которых, я думаю, там сотни тысяч, подумали, что, как это, что разрешили, показали, пока разрешили только, видимо, бухать. Вот. Ну, трагедия, это страшная трагедия. И причем они догадываются, что если фильмы девяностых решением проблемы видели отъезд за границу, например, фильм «Спасил Ашвили», там, где появляется молодой, он как бы в молодости он появляется. Предсказание. Фильм «Предсказание». Там, где вдруг появляется типа то ли сын, то ли не сын его, а как бы он в молодости. И он как бы видит единственный выход уехать за границу. И когда он погибает, он в молодости, он видит, что тот собирался уезжать. Вот. Или другие. Вот, допустим, «Окно в Париж». Там тоже совершенно вот этот солнечно-замечательный Париж. Ну, конечно, с недостатками, что надо играть на скрипке без штанов. Но все равно там все такое в шоколаде, а у нас все такое говеное, а наездились, посмотрели, поняли, что у нас тоже все не в шоколаде, а скорее в говне. И пришли к великому открытию, что этот мир такой, какой он есть. Это, кстати, мешало мне в юности понять. У меня тоже было ощущение, что где-то есть замечательные страны, где все совершенно по-другому. Понимаете? Потому как нас не выпускали, мы ничего не знали истинного, как оно там. И когда я выехал эти первые два месяца в Южной Хайфе, на Средиземном море, это был ноябрь, когда у нас в Свердловске слякоть, снег. А там голубые небеса, голубое море, тепло, зеленые холмы. Какая-то вообще восхитительная сказка. Ну, эта сказка очень быстро сменилась истинным положением дел. Короче, хорошо, что Россия настолько стала открытой, чтобы она не тешила себя вот этим мифом, что за границей «Трава зеленее». Вот. Но, вы знаете, фильм не предлагает, он не предлагает никакого выхода. «Последние кадры». Значит, ну, его выгнали, работает он где-то на очень плохой работе, так что даже ребятам не хочет говорить, где, можно себе представить. И настолько беден, что должен курить чай в такой казиношке, которую он себе сотворил на балконе. И вот когда его жена, которая не хочет ему давать, потом изменяет довольно с противным вот этим его другом. Мы даже удивляемся, не можем поверить, она с ним. вот. И вот она выбегает на балкон, и ей кажется, что он спрыгнул. И, вы знаете, мне показалось, что он спрыгнул. И, вы знаете, мне кажется, многим зрителям показалось, что он спрыгнул. Оказалось, он просто там спрятался за углом, ну, дурацкая шутка, все такое. То есть получается, что мы, в принципе, абсолютно ожидаем, что человек, живущий такой жизнью и таким образом, человек с душой, умеющий чувствовать, болеть. Вот. Вы понимаете, вот что-то в нашем мире настолько уродливое, настолько идиотское. Мало того, что он так создан и устроен. Ну, вот давайте как бы поставим сценарий, да. Ну, хорошо, вот эта вот коза большая, которая в него влюбилась, ну, 16 лет ей, да. И она ему, конечно, нравится. Ну, ну и чё? Ну, вот и жили бы, она бы ему родила детишек, какое-то время были бы они счастливы. Ну, и чё вы им запрещаете-то? Чё вы им запрещаете? Всю жизнь там чуть ли не с 12 лет в жены брали. Им хочется, им хочется замуж, им хочется там хрен знает что, они ещё не успели нагуляться так, что у них, как у клопов, больше дырок, чем мозгов. Вы знаете, как клопы сношаются? Они вообще не смотрят куда. У них это отстёгивается, и они им пуляют. Куда попадёт, туда попадёт. Семя потом само находит дорогу. И вот эти вот пятнышки на хитине – это вот то, куда попали. Причём они стреляют как в самцов, так и в самок, и не обязательно в клопов. До двухсот раз в день. Я уж не знаю, как у них он вырастает, что ли, сразу. Ну, не знаю. Вот так я читал в сети. Но вот пока они ещё не доходят до такого состояния. Ну, и женился бы он на ней, там, сделал бы и детей, бросил бы пить. Хоть два года бы походил, три года, пока она тоже бы не остервозилась. И это самое. То есть даже те маленькие крупицы счастья, которые жизнь может предложить, они являются уголовным преступлением. То есть если бы он на это пошёл, общество бы его осудило так, как будто они все высокоморальные и замечательные. что вот тот образ жизни, который они все ведут, именно это и есть. Обратите внимание, он приходит к детям, а они в клетке. Они как бы за забором. И вот ощущение, что они в клетке. Детки, блин, в клетке. Вы понимаете? Ну, я не ратую здесь. То есть вижу, тоже была бы проблема. Разновозрастный там, брак там. Всё тоже всё равно бы развалилось. Потому что всё так запрограммировано. Но вот то, что меня удивляет в человеческой жизни, не то, что мы живём в полной жопе. Это так устроен мир. Мы такие попаданцы. А то, что мы эту жопу друг другу ещё ухудшаем. Каждый... Ну, давай. Виктор Сергеевич, вы меня не любите? Виктор Сергеевич, пошли мне к ней. У него кто-то есть? Конечно, есть моя жена. Хватит поясничать. Да не поясничать. Все знают, что он слезкий. Народ! Ты так запросто сейчас об этом мне говоришь? Ну, а что я могу сделать? У них любовь. Отцы! Я надеюсь, Виктор Сергеевич, вам не нужно объяснять, что вот это чистой воды уголовщина. Сильно напился. Вообще жара. Каждый друг другу эту жопу делает ещё более невыносимым. Вот этот глубинный идиотизм, вот этот коллаборационизм с нашими врагами, казалось бы, должны были друг другу помогать, находить правильные слова, уметь так сказать, чтобы захотелось снова жить. Но мы ведь из всех возможных вариантов всегда выбираем такой, что только становится гораздо, гораздо хуже. А вы как думаете? Ну, я хотел бы сразу поблагодарить вас за выборы такого фильма, потому что он, на мой взгляд, один из лучших фильмов последних 10-20 лет. Одна из этапных работ Константина Хабенского, ну, одного, ну, он ведущий, может быть, даже актёр театра и кино российского, теперь ещё и глава театра. Этот фильм имел большой успех, множество наград получил. То есть вот насколько он хорош, он настолько и был позитивно, если можно, конечно, такой фильм назвать позитивно, позитивно воспринят публикой. Действительно, на самом-то деле он снят в российской традиции романтизации всего печального, грустного, безнадёжного, серого и чернушного. Есть в нашей традиции, ну, попытка поставить на пьедестал, я не без оценки сейчас говорю, человека упавшего, человека, который имеет очень многое, как вот вы сказали, душу, интеллект, поэт в душе, мыслитель в голове. Но при этом человек, который социально совершенно не адаптирован и пал, скажем так. Это такой вечный скиталец, мучимый бытом, мучимые обстоятельства. Милый мой Руслан, назовите одного героя в этом фильме, который не пал. Учительница немецкого проститутка. Все абсолютно, на самом-то деле, я с вами согласен. Его друг этот развращённый коррупционер. Его жена, которая трахается налево, а родному мужу давать не хочет и ненавидит его страшным поидом. Кто там? Кто там? Нет, там совершенно все, я согласен, несчастные живут, ну, в грязи, пускай будет, скажем так. Хотя, наверное, слово грязь – это оценочно, как вот в пыли в этой. У вас за спиной на экране невеста блюёт. Нет, нет, это не невеста, я потом скажу, кто это. Извини. Не невеста, не невеста. Но вы правы, действительно блюёт. И они действительно копошатся в этой пыли. Но герой у нас в любом случае один. И он как бы над ними. Предполагается, что он лучше них, ну, хотя бы в душе. И не случайно юная девушка, ещё не испорченная жизнью окончательно, ну, скажем так, школьница, она влюбилась в него пьяного, грязного, как бы бестолково живущего, она его полюбила. И если мы посмотрим на протяжении всего фильма, он действительно… к нему тянутся люди. Школьники обсывают ему тряпку, но при этом бегут за ним в поход. Они его как бы презирают, но при этом смотрят на него и смотрят, что он скажет. Женщина, жена ему не даёт, не спит с ним, но при этом всё равно остаётся с ним в конечном итоге. Множество иных персонажей крутятся вокруг него. Он их манит при этом как магнит. Это вот тоже примечательно. Вот здесь же не только российский мужчина показан, русский мужик, но и русская баба, которая всегда стремится к чему-то, вот к чему-то, к какому-то страданию, к мукам. Даже вот его друг Буткин, кажется его фамилией, я сейчас уже не помню, успешный, к нему тоже все женщины стремятся, но и у него нет счастья, потому что они у него не задерживаются. И всё равно в конечном итоге они как бы возвращаются к главному герою-географу. Он же не остаётся без внимания, он не один. Это же удивительно, потому что с западной точки зрения, ну с западной, с моей точки зрения, с моей позиции, он лузер, но у него ничего нет. И уже там в конце действительно он курит чай. Уж куда бы ниже, но он при этом всё равно как бы не несчастлив, он всё равно как бы мыслитель. И это действительно, вы правы, что пыль-то, наверное, везде пыль, и несчастные люди, они везде несчастные, потерянные и заброшенные. Мы действительно живём, абсолютно все, ну живём, маемся. Я с вами согласен здесь. Это не популярная точка зрения, и нас, наверное, обвинят в унынии и в каком-то депрессивном настрое. Но я соглашусь, что мир живёт несчастливо. Он как в средневековье страдал, так и сейчас страдает. Но на Западе научились, вот вы правильно сказали, красивую обёрточку сделать, отполировать это. Отполировать, на самом деле, не сложно. Сейчас полируют и в нашей стране множество как бы успешных людей, как бы успешных семей, как бы успешных героев, вот моментально блогеров, которые ведут какую-то мнимую жизнь. Эти обёртки сделать, на самом деле, очень просто. А в эпоху цифровых технологий обёртка стала изготавливаться в течение 10 минут. Если для этого надо было раньше приложить усилия, то сейчас надо просто 10 минут. Если раньше надо было костюм взять в прокат и надеть, и выйти, то теперь это не нужно. Можно просто его в магазине надеть, фотографироваться и выложить. То есть всё ещё проще. Но в российской традиции, в традиции искусства, драматургии, принято действительно показывать вот как есть. И этот географ, конечно, преувеличено там нищая, преувеличено, преувеличено пал, преувеличено лузер. Но он действительно вот прям российский герой. Я не могу сказать, что меня это радует, и я не могу сказать, что меня это восхищает. Мне на самом-то деле очень горько, что лучшие из нас, ну так условно говоря, почему-то живут, может быть, хуже остальных. Ну, посмотрите этот, как его, друг-то, у которого всё в шоколаде. Ну и что? Да, нет, но это опять тоже в российской традиции, это вот Борчук. Вот я сразу всё вспоминаю, у меня всё к Достоевскому возвращается. Вот кто лучше живут, Карамазовы или Смердяковы? Я не знаю, вот подлые души там, например, или души, которые возвышенные, но при этом свою жизнь губящие, роняющие. Я абсолютно не могу делить души подлые и возвышенные. Это одни и те же души в разных своих проявлениях. Ну, пускай будут проявления, пускай будут проявления. Лёша Карамазов может быть ничуть не возвышеннее и не чище несчастного больного Смердякова. И есть теория, что именно этот Тихоня Лёша своего папашу-то и грохнул. О, но это уже конспирологическое дело. Нет, если вы почитаете литературу, есть такое мнение. Достоевский, как любитель детективов, он оставляет знак вопроса. Вы понимаете? Тогда Алексей Карамазов остаётся и без покаяния, потому что в романе он не кается никак за это. Он живёт и живёт. А вот этот момент, если, допустим, предположим, это совершил он, то этот момент покаяния вообще отсутствует в романе. То есть он как бы совершил и совершил. Ну, а старец Зосима, допустим, он завонял. Вы заметили? Ну, завонял-то он потому, что на земле всё не свято. Как бы понятно. Это логично, что… Не, но это же было во власти Достоевского не заванивать старца. А он его завонял. Да, я согласен. В принципе, он мог повернуть сюжет так. И то, что случилось с Зосимой, у Достоевского задало тон всему роману. По сути, он как бы сделал, знаете, как сейчас говорят, тизер, превью. Да, чисто говоря, он перечеркнул. То есть он перечеркнул всё, что говорил старец. Он как бы, с одной стороны, прекрасно раскрывает там суть христианства, пытается живописать святого, который падает в ноги. А почему он упал в ноги будущему убийце? А может, он не убийца. Может, он пошёл по этапу за своего брата, который как раз… Вы понимаете, эти трансформации наш Бог очень любит. И они всё время происходят. Со мной они тоже происходили. Я был святоши, я был священник, потом я стал развратник, потом я об этом всем ору. Вы знаете, нет душ высоких и нет душ низких. Есть разные их проявления, как, знаете, есть очень, может быть, красивый человек, но если снять его с определённого ракурса, то получится, ну, жопа жопы. Вот так же и душа. Поэтому нет высоких душ. Нет. И я, будучи именно священником, общался с массой людей, которые производят впечатление людей низких, проблемных и кто покончил с собой, в конце концов, после этого. Вы знаете, у них бывает иногда одна фраза высвечивает, что у них есть глубокая страдающая душа, которая просто погреблена под толстенной коркой вот этого шутовства или скандальности или ещё чего-то. И, с другой стороны, есть очень много святош, которые изображают из себя таковыми, а чуть-чуть повернутся они каким-то боком, и там такая бездна, там такой мрак, что просто всё проваливается туда. Поэтому нет низких душ, нет высоких душ. Здесь соединились Достоевский с Мольером, да? Ну, вот как раз и ответ, почему Зосимов стал на колени, он как бы предвидел эти страдания души, и, наверное, их уже даже… Такая традиционная трактовка, что… Ну, вы понимаете, вот я из среды православной, в которой я провёл десятилетия, для нас, для меня завонявший мощи святого – это грозный символ. Но он ещё не святой. Это предполагаемо, что он стал бы святым. На самом деле он просто старец. Не, ну, мы понимаем, что речь шла о собирательном образе неких оптинских старцев. Ну, да, многие, которые стали святыми, это понятно. Вот, и вы знаете, в то время, когда Достоевский писал это, это было как совершенно очевидная вещь. То есть раз завонял, значит, было… Я, конечно, понимаю, что это абсолютный идиотизм – нюхать трупы и решать по тому, как они пахнут, святые они или не святые. Но это рамка того самого контекста православия, в котором варится вся эта наша культура. Что бы мы ни сказали там «спасибо», «спаси Бог» или любое наше слово «слава Богу». То есть мы настолько состоим из православной культуры, даже формы нашего языка, всего нашего понимания, что мы не можем от неё откреститься. Вот. Так что да. Ну, нам страшновато без Бога, да? А с Богом ещё страшнее? Ну, тем не менее, мы же не отпускаем. Даже в этих фразах мы всегда вспоминаем, как будто пытаемся опереться на это слово. Ну, вот это вот меня поражает. Почему же мы не можем… Мы можем сделать друг другу очень хорошо. Я не имею в виду сексуально. Я понимаю, о чём вы говорите. Не обязательно сексуально. Вот несколько добрых слов, какой-то взгляд, какое-то прикосновение неэротического свойства. Какая-то вот просто поддержка, что ты не один, что я тоже так себя чувствую, что да, мы в этом вместе. И всё, что нам остаётся – это прижаться друг к другу и переживать эту зиму нашей жизни. Мы можем сказать эти единственные нужные, правильные слова, но мы говорим абсолютно обратно, причиняя ещё гораздо большие страдания тому, кому мы могли бы дать облегчение. Вот это меня поражает. Вот посмотрите, да, если бы к нему по-другому относились окружающие… Ведь посмотрите, вы говорите, они к нему тянутся. Они от него всё время чего-то хотят. Они хотят от него. Вы понимаете? Я скажу… Потому что они изучают это в другом месте. Но бабы в основном, кроме его жены… Бабы хотят, понятно, кто что хочет. Ну да. Кто что. Кто отомстит… Обратите внимание, там, наконец, подруга-то его добивается, она получает удовольствие, а он не кончил. Да, да, да. Понимаете? То есть это тоже… На самом деле, действительно, самый такой один из самых… Ну, не то, что неприятных, но каких-то таких моментов абсолютно… Ну, бытовых, что называется… А эта немка, которая преподает… Ну да, такая… Он же чувствует, что она хочет чисто вот отомстить… Да нет, да. Что тот его бросил. И говорит с ним, ну, хуже проститутки. Она абсолютно одолила там… Хуже проститутки. И играет… Так, разложил диван, я пошла в душ. Да, да, да. Библийский словитель. Что ждешь – и в душ. Кстати, тоже момент, смотрите, он перекликается. Мы могли поверить, что он скрыл вены. Когда… Конечно, даже вода красная в ванной. Потому что вино вылило. Как будто бы кровь. Да, как будто бы кровь и вино. Ну, как бы в христианстве вино заменяет кровь. Это как символ, совершенно верно. Вино вообще в христианстве этого… Он как бы вводит нас, сценарист, автор, прямо вот по краю. Что мы поверим в самоубийство в любой момент. В любой момент. Это будет правда. Ну, как бы зачем такая жизнь, да? Как будто бы. А он все равно остался жив, даже куря-чай. В этом какая-то даже и правда жизнь не есть. Он дотянет до какого-то момента, когда жизнь сама уже сметет. его. Ну, я не знаю… Кого она не сметет? Нет, она сметет всех. Я просто говорю о том, что… Ну, вот видите, даже какой-то героический, условно, поступок, как сброситься с балкона… Героический не в смысле, в кавычках героический. Это самоубийство и так далее. Я имею в виду поступок… А с другой стороны, а кто ему виноват? Кто ему виноват? Он сам как бы не видит ни пути, ни средств, ни целей. Нет, на самом деле… Кстати, вопреки названию, он даже глобус не пропил. Хотя мог, у него было 14 глобусов, он там перечисляет инвентарь. Он даже, чтобы купить себе сигарет, не догадался… У него не было на этой воле. Даже на этой воле. Вот его друг, наверное, бы продал, а вот он на этой воле у него не было. А как он, по сути дела, отдает свою жену, когда приходит этот… Они обсуждают с этим другом, значит, уступает он ее или нет. В принципе, мне понравилось, потому что, ну а что, за что цепляться? Она ему четко сказала, хватит, говорит, дурака валять. Я тебя больше не хочу, иди, найди себе любовницу, но только так, чтобы я не знал. Да, действительно. А как она ему отвесила почетчину, когда он там пришел и… Мне кажется, он тогда и не изменил, но она на всякий случай ему отвесила. Ну, это уже такая совершенно… какие-то женские эти эмоции, такая составляющая, ну и так далее. Это, на самом деле, в этом фильме все прекрасно. Вы понимаете, людей можно было бы терпеть, если б не бабы и не мужики. Кстати, вот как раз от российской действительности мне хотелось бы перейти в действительность западную. Вот вы обратили внимание сзади на невесту, не невесту, которая склонилась у унитаза, в возвышенном красивом платье над таким низменным объектом. И перейти как раз к вопросу о том, все ли всегда ли плохо только в России или везде есть эта пыль, в которой люди ковыркаются. Я хотел бы сказать несколько слов. Я об этом в раннем нашем подкасте говорил, о фильме «Спенсер». Фильм «Спенсер» 2021 года, совершенно свежий. Снял его Пабло Лораин, достаточно известный режиссер. «Спенсер». Посвящен он принцессе Диане, которая, как многим известно, в девичестве была Спенсер, одна из дочерей графа Спенсера. Ну, тема «Леди Дианы» в этом году взволновалась с новой силой. Этому способствовала, ну, во-первых, и деятельность принца Гарри и Меган Маркл, их интервью и так далее. Диане был открыт памятник принцессе Диане, плюс вышел очередной сезон сериала «Корона», в котором Диану играла Эмма Корин, играла очень хорошо, и снова поднялась эта тема в взаимоотношении Дианы Королевского двора, Дианы Королевы, Дианы Принца Чарльза, Дианы Камиллы Патрик Боулс, нынешней супруги Принца Чарльза. Эта тема снова закрутилась. То есть Диана, про которую мы, ну, немного забыли за эти десятилетия, королева сердец, самая известная женщина в мире. Она приехала? Ещё нет, Ваше Величество. Значит, опаздывает. Почему же её так долго нет? Ваше Высочество. Вся семья уже собралась в гостиной на сэндвичи. Вас ждут. Три дня. И всё. Да, они серьёзно настроены. Просто стойте спокойно и побольше улыбайтесь. Они всё знают. Не знают. Доложите, что стало причиной Вашей грусти. И снова теперь о ней говорят. И вот этот фильм «Спенсер», он продолжает, скажем так, эту начатую традицию и рассматривает уже принцессу Диану, может быть, даже где-то под совершенно необычным углом. Роль принцессы Дианы играет Кристиан Стюарт. Я о ней тоже говорил. Это актриса, которая стала знаменитой благодаря романтическим фильмам, вампирским сагам, которые исключительно воспринимали изначально как романтическую, даже глуповатую актрису, девушку. Постепенно превратилась в один из символов современного поколения, зумера в том числе. Актриса, которая не скрывает свои, скажем так, пансексуальные наклонности. Актриса, которая не скрывает своих феминистских воззрений. Актриса, которая, ну скажем, стала одним из флагманов новой этики. И вот не случайно, что именно эта актриса была взята на эту роль. Потому что если принцесса Диана считалась отчасти революционеркой в свое время, так и актриса Кристиан Стюарт, тоже по-своему революционерка, только уже, скажем так, в более другой сфере – кинематографической, социальной, культурной. По сюжету фильма, королевский двор проводит Рождество в одном из своих замков, Сандригем, где вся королевская семья собирается, участвует в определенных ритуалах, охотится, скрывает подарки. Там есть множество различных традиций, которые необходимо соблюдать. Ну, например, такая забавная традиция, когда все гости приглашенные взвешиваются на старинных весах в начале приезда, по приезду и потом после отъезда. И чем больше ты набрал фунтов веса, тем сильнее тебе понравилось на этом Рождество в замке. Тем сильнее было гостеприимство королевы. Принцесса Диана всячески пытается избегать этих традиций, но оно и понятно. Принцесса опаздывает на эту вечеринку. И, собственно говоря, мы видим несколько дней, несколько рождественских дней жизни принцессы. Скажем так, мы даже видим скорее не жизнь, а ее такие метания, полуреальные, полусновические, полусновидения. Принцесса с трудом добирается до замка, хотя она выросла совершенно рядом, буквально через поле. Она с трудом находит связь с реальностью. Она мечется по этим замкам, по этим комнатам замка. Ее вечно ждут к ужину, и она не может спуститься. Она постоянно пытается найти какую-то точку опоры, и ей это не удается. И здесь же показана как раз проблема, связанная с булемией принцессы. Она так вынесена где-то на передний план. Вот, собственно, на этой картинке один из кадров, когда принцессу ждут к ужину. Она в красивейшем платье, но не может спуститься. Ее постоянно рвет, а ей что-то постоянно мешает. Принцессу постоянно пытаются держать в узде, но это начиная от того, что ей запрещают расшторивать окна, чтобы ее не увидели журналисты, и заканчивая тем, что ей запрещают даже изменить порядок платьев, которые она должна надевать на определенные мероприятия. Там есть один из кадров, когда она в церковь на рождественскую службу, скажем так, надевает не то платье, и это такой ее протестный жест, и который обсуждается очень много, и на самом высоком уровне вплоть до королевы. Есть и сцены, когда она ножницами разрезает эти шторы, чтобы их раскрыть. На самом деле фильм наполнен метафорами, которых мы видим, как что принцесса, зажатая в определенные рамки, пытается вырваться из них. Она живет не своей жизнью, она живет не так, как она хочет, она глубоко несчастна. Она чувствует, что совершенно не любит, что ее не любят, что она не нужна никому, кроме своих детей. И все, с кем она там взаимодействуется, это только дети и ее помощница, которые тоже пытаются от нее убрать. Фильм очень интересный на самом-то деле, там есть интересные моменты демонстрации жизни дворца, жизни членов королевской семьи, которая очень сходна с военным устроем, даже продукты в замок поставляют военные в коробках для снарядов. И каждая секунда жизни в замке, скажем так, отмерена по времени. Не дай бог на несколько секунд гости опоздают, или на несколько секунд будет подан позже. Это просто катастрофа и гибель для всех. И во всей, в этой военной муштре Диана с ее такой, ну, иной душевной организацией мучается. Она постоянно пытается попасть в свой родной дом, который находится через поле и который заколочен. Пытается туда попасть, ну, по всей видимости, для того, чтобы найти себя, потому что в иных условиях она просто заблудилась. А здесь есть лишь одно время. Здесь нет будущего. А прошлое и настоящее единое. Они не могут измениться. Вы должны измениться. Ты должна уметь делать то, что ненавидишь. Что ненавидишь? У тебя должно быть два лица. Одно настоящее, а другое фотографирует. ВОБЛАГО СТРАНЫ Во благо страны. Во благо страны? Я люблю красивые вещи, но... простые, обычные. Главное – настоящие. У меня нет надежды. С ними нет. Боритесь. Ваше оружие вы сами. Они меня убьют? На самом-то деле, фильм достаточно сложный для просмотра. Его многие критиковали, потому что Диана выглядит для многих там истеричной, психически неуравновешенной. Там действительно трудно понять, что реально, что кажется Диане. Например, в какой-то момент Диана во время ужина срывает с себя ожерелье жемчужное, которое ей подарил Чарльз. Оно падает ей в суп, и она его съедает, эту огромную жемчужину. Мы понимаем, что это не реальность, а какая-то ее фантасмагория, которая происходит в ее голове, потому что такое же жемчужное ожерелье было подарено Чарльзом его любовнице, фамилией Паркер Боуз. И Диана, скажем так, она не понимает, зачем она там. И понятно, что она не понимает, зачем она живет. И потому она цепляется за детей, потому она цепляется за какие-то моменты свободы, бунтарства. Вот как я уже сказал, одеть другое платье, разрезать портьеры, сбежать с ужина, найти старое пугало на поле, сорвать с него куртку и надеть на себя, как бы примерив на себя другую одежду, не ту, которую ей предлагают. То есть, на самом-то деле, если зритель ждет, скажем так, биопика, скажем, простого изложения элементов жизни Дианы, то там он этого не увидит. Мы действительно видим, ну, скажем так, полусон, полуреальность. И актриса Кристин Стюарт такой проделала огромную работу и подчас даже непонятно, на самом-то деле, мы видим Диану либо актрису Кристин Стюарт, которая мечтает о Диане, фантазирует ее. Была ли Диана на самом деле таковой? Непонятно. Возможно, это просто видение режиссера. Возможно, так ее увидела актриса Кристин Стюарт. Вот такой Диана. То есть, я веду к тому, что Диана стала неким символом, про который нам точно ничего не известно. Мы знаем набор фактов, мы знаем ее интервью, ее трагическую судьбу, но какая она была на самом деле, непонятно. И мы можем только фантазировать. Поэтому я этими словами отвечаю, скажем так, на многочисленную критику, которая посыпалась на этот фильм о том, что Диану изображают некой неуравновешенной особой. Да и вообще очень многие говорят, что зачем так ее обожествлять? Ну, была принцесса, да, у нее были психологические проблемы, да, она была тоже неверна Чарльзу, да, она развелась, она трагически погибла. Ну, можно ли винить и в этом королевскую семью, непонятно. Плюс сейчас вы знаете, наверное, образ королевы Елизаветы сейчас очень тоже канонизируется уже при жизни, ей восхищается, ей посвящают фильмы, сериалы. Вот я уже упомянул сериал «Корона», блистательный сериал, в котором главная героиня Елизавета, ее образ очень сложно там представлен. Вот, кстати, зрителям я рекомендую, если кто-то не смотрел, но наверняка слышал об этом сериале, то советую. Это действительно сложное, великолепное телепроизведение. Поэтому вот так в развитии заданной вам темы несчастной мужской жизни, судьбы, то вот такое несчастное, показываю несчастную женскую судьбу на совсем другом, в другой локации, уже в Англии, уже в королевской семье, казалось, ну что общего между нашим героем-географом и принцессой, принцессой Великобритании. Вот они оба несчастны, оба несчастны. Я очень благодарен вам за этот пример, но я хочу сказать, что и королева глубоко несчастна. Смотрите, мы можем в любой ситуации, где людей больше, чем один, кто-то пытается построить некую систему, систему отношений, систему проживания, любую систему. И окружающие, как ни странно, опять же, вместо того, чтобы помогать, потому что системы помогают нам выживать, мы не можем без штанов на морозе, мы не можем без жратвы, нам надо какую-то организацию минимальную. Так вот, окружающие начинают мешать, начинают разваливать. Почему они это делают? Кто-то хочет свергнуть, так сказать, лидера и стать лидером сам. Но очень часто те, кто так себя ведут, если они даже оказываются в позиции лидера, во-первых, они ее не хотят и ничего путного в этой позиции сделать не могут. То есть получается, что эти люди, они вредители, они разрушители. Понимаете? Вот. И Диана такой человек. Жена принца Герри такой человек. Кто вас просил соглашаться становиться принцессой? Эта работа на свете, ну, два или три человека должны выполнять. Функции у них есть совершенно очевидные. Британская монархия держит более или менее каким-то образом Великобританию в целостности, в какой-то мере. Во всяком случае, это очень старинная традиция определенного авторитета, стоящего над выскочками из так называемой демократии. Поскольку королева Елизавета является главой страны, в которой я живу, я являюсь ее подданным. Я вам скажу, что даже устройство нашей политической жизни Канады имеет бенефиты от того, что наш премьер-министр не является главой страны и на него всегда есть управа. Пусть они никогда не вмешиваются, я имею в виду генеральный губернатор, губернатор, генерал гавенор, гавенор генерал, это представитель королевы в Англии, но распустить парламент, назначение премьер-министра все идет точно так же, как в Англии, вместо нее это действует. Да, это искусственная позиция, она считается, что она не играет большой роли в политике, но она играет, потому что это есть некая сила, стоящая над над этими авантюристами, которых повыбирали. И бывают ситуации, когда она решающая, потому что, когда нашему премьер-министру Харперу, чтобы его вотомом недоверия не вышвырнули на новые выборы, надо было разогнать парламент, а генерал-губернатор, тогда была женщина, она могла сказать нет. И там были какие-то у них терки, то они их разгоняли, то не разгоняли. То есть хотя бы номинальная величина, вот такая вот сторонняя, стоящая вне политической возни, для которой, казалось бы, незачем пользоваться сиюминутными какими-то смыслами. Ведь в чем смысл этой монархии? То, что королева не украдет себя самой, это и так все ее. Вы знаете, что земля в Великобритании, земля в Канаде, она до сих пор, хоть и номинально, считается землей королевы. И она нам всем сдает ее в наем. В Лондоне даже те, кто владеют домами, они не владеют землей, на которой стоят дома. Они снимают эту землю на 999 лет у королевы. То есть это не их земля. И то же самое у нас здесь. Вся земля Канады является собственностью королевы. и никто... Допустим, она дала концессию Hudson Bay Company, компании Гудзонового залива, которая занималась освоением Канады. А та уже в свою очередь раздала муниципалитеты, и те могут пользоваться землей. Но опять же, земля королевы. То есть существует некая высшая authority. И вот представьте себе, если монархия падет. Это пойдет волнами не только в самой Великобритании. Это пойдет в Канаде. Это пойдет во всех доминионах. А может она пасть из-за блядствующей Дианы? Может. Потому что у нее должна быть определенная репутация. Понимаете? И получается, что эти люди... Им пофиг, что вот эта вот принцесса, как ее... Принца Гарри. Меган. Меган. Ну, не лезьте вы в это. У нас есть так много других областей, где это можно делать безнаказанно. Вы понимаете? А цена этому ведь... и, главное, не понимают, да, это Диана, блин, вся вдруг, пытаясь выйти замуж за арабского этого самого, то есть теоретически создать наследника престола араба, да? Она уже была в разводе, она уже была в разводе к этому моменту. Надо отдать должное, она развелась, она развелась и перестала быть принцессой. У нее остался титул, но принцессой она уже не была. И я как бы хотел бы, ну, тоже пару слов в защиту ее сказать, но даже не в защиту, а показать разницу между Меган. Меган выходила замуж уже ближе к сорока, это уже была состоявшаяся дама, мягко говоря. А Диана выходила юной девушкой из аристократической семьи. Ну, Елизавета тоже выходила очень юной девушкой, и мы не знаем, насколько этот товарищ, который недавно помер, ей, так сказать, как муж подходил и нравился. Мы этого не знаем, и, видимо, уже не знаем. Реал Корона показывает, кстати, все эти перипетии. Я могу догадаться, да. Нет, он показывает, на самом-то деле, очень жестко иногда. Да? И считаешь, есть слух, даже достоверный, наверное, что Королева одобрила сериал Корона, они смотрят его, за исключением последних сезонов, которые связаны с Дианой. Ну, и сама ее фигура показана там достаточно неоднозначно и жестко. У меня нет симпатии королевской семье, у меня нет симпатии королеве Елизавете. Но сериал этот не повысит. Меня преследовали по закону здесь, когда у меня был приют, меня пытались посадить в тюрьму. Все криминальные преследования, они связаны с тем, что судит тебя королева. Ты судишься с королевой. То есть я напился, взял двадцатку, на которой она изображена, и матерясь спрашивал, что тебе надо. Ну, и так далее. Вы оскорбили ее, да, опосредованно как бы? Нет, я не признаюсь под запись, что я оскорбил королеву, потому что… Нет, они предполагают, я неправильно сформулировал, они предполагают. Меня наказывали не за это, я это уже делал после того, как меня… То есть да, что вызывает у меня симпатию – это желание иметь какой-то порядок, какую-то систему. Потому что отсутствие этого порядка из системы приводит к гибели. Гибели не повинных в разрушении этой системы людей. Точно так же, как Распутин буквально развалил репутацию семьи. Ну, вы видите, что он портит репутацию. Ну, отошлите его к чертовой матери нафиг. Понимаете? Это уже было невозможно. Понимаете, это уже такое ощущение, что все заходит в какой-то стопор, с которого выйти нельзя. И понятно, что и Распутина могло не быть. Может быть, какой-то другой был бы Распутин. Это все, как вы знаете, одно к одному, что называется. Ну, в любом случае, я хочу, так сказать, поддержав эту тему, рассказать еще об одном короткометражном фильме. Да, я вижу. Под названием «Гоголь-моголь». Я специально поставил обложку, чтобы вы видели, как оно пишется. Да, я вижу. Оно пишется необычно. Он короткометражный. Там играет Светлана Маляева, известная нам по своим старым фильмам советским. Это она была влюблена в Самохвалово. Она пилала... А я лучше делаю салат, чем твоя жена. Я туда добавляю... Да, тертое яблочко. Совершенно верно. Тертое яблочко. Из-за нее, блин, все мои жены добавляли, блин, тертое яблочко. Я считаю, это глупость. Надо добавлять, если добавляешь мелко нарезанное яблочко. Я серьезно. Я не знал, что это до такой степени пошло в народ. Ну, а что делать? Да, то есть каждый раз делаешь салат. И вдруг возникает, а не добавить ли нам в него тертое яблочко. Я вообще яблоки не люблю в салате, поэтому как бы для меня это было. Вот. Здесь я тоже хочу сказать необычное мнение. То есть фильм очень простой. Буквально одна сцена, что ли. То есть деловой сын, который, видимо, занимается рекламой, приглашает маму в ресторан, очень дорогой ресторан. Там садится эта мама. Он говорит, все время ему звонят. Кстати, насчет Гоголя-Моголя, рекламы Гоголя-Моголя. Он пытается что-то там отвечать. Сын у него все время просит деньги. День не задался. Ну, просит по телефону. Он там бежит на тренажере, в тренажерном зале. Ну, кажется, что он бежит по дороге, потому что у него виртуальная реальность, одета на глаза, как будто он бежит по дороге. Потом он моется в душ, и там горячая вода. И он голый выскакивает. Там молодая уборщица. Он говорит, что делает горячая вода. Она проходит мимо, просто переключает на холодную. То есть он этого не заметил. Он говорит, вообще-то я голый. Она говорит, я не вижу. И непонятно. Видимо, она не слепая, раз она переключила воду. То есть здесь тоже есть какая-то такая вещь. Есть равно возможно. Что молодой мужчина, голый, да. И она молодая женщина, а она его не видит. Ну вот. И, наконец, он в этом ресторане сидит, это мама. И он говорит, мама, что ты хочешь кушать? Она говорит, не знаю, читай меню. И вот он читает меню, опять потом читает меню, дочитывает до конца. Три часа он читает имени. А заказывает он только бокал вина. А-а-а, черт! С мамой давно не виделись. Так, а что ты хочешь? Не знаю. Баштет, устрицы, фуа-гра, осьминог с базиликом и морской юш. Мам, ты меня не слушаешь? Мам! М? Я просто не понимаю, чего ты хочешь? Я не знаю. Давай выпьем кофе, чай, что? Не знаю. Нет, ты мне просто скажи, что ты будешь? Ну, я не знаю. Мама, я знаю. Гоголь-моголь. Который ему не нравится, но мама говорит, что вино хорошее, и он продолжает его пить. А она его все время, типа, подкалывает, что, конечно, если пить вино как пиво, так оно противное. Вот. Потом у него разряжается телефон, он не может заплатить даже за это вино. Мама торжествующе платит за вино и уходит. Но потом показывают кадры, что они все-таки бегут там где-то вместе с мамой, и они все-таки общаются на улице. А я почитал комментарии. Ах, какой фильм! Я плакала с самого начала. Как мы не обращаем внимания на родителей? Как мы это самое? Я думаю, ну кто-то ж может сказать что-то другое, блин. Я смотрю десятки комментариев, все в восторге. Все в восторге именно за это самое. Я написал, я не знаю, как меня обматерили после, потому что я не смог найти, где я написал комментарий, чтобы посмотреть. Я написал, я говорю, что за мазохизм? Я говорю, здесь изображена мама, он не хочет с ней общаться, именно потому что она стерва. Потому что им не о чем говорить, потому что она только и знает, что унижать его. Понимаешь? Он пытается справиться, семья, то, все, все успеть. Этому сынку, значит, деньги шлет. Ей там всякие вкуснятины предлагают, она от всего нос воротит. Постоянно его, это самое, он говорит по делам, она врывается, там на улицу он вышел, говорит, одень шарфик, ты же простудишься. Хотя там видеоконференция у него на телефоне. То есть вот это то же самое поведение, как у Дианы, как у этой, как у Меган, как у всех говнюков, которые... Именистки нас разорвут, именистки нас разорвут. Не только бабы. Мужики себя ведут как бабы, точно так же. Только ты пытаешься что-то организовать, тебе пытаются все развалить. Причем им пофиг, что они же сами с голоду сдохнут, что им же самим же хуже будет, что сами они не собираются, не могут, не хотят и ничего не организуют взамен. Если вот этот сломается и превратится в такого географа с проданным глобусом, все от него отвернутся. Сын на него накакает, мама на него накакает. Все на него накакают. Как на меня все накакали, так и накакают. И вот он крутится, потому что ему больше всех надо. И вот он ее, значит, углажает. А в принципе надо ее послать нахуй. Не хочешь жрать, пошла нахуй. И все. Потому что наглые, тупые люди, которые не желают на такую вот мелкую, даже вот проявление совести, то, что у тебя сын, у него инфаркт скоро будет. Он перенапряжен. Явно он тебя, суку, содержит. Этого выродка сына тоже содержит. Он всех их содержит. И все они срут ему на башку. И он всех их терпит. И продолжает, и продолжает, и продолжает. И вот это вот поведение человеческое, оно перекликается вот именно с тем, что я говорил. Ну, какого хрена мы создаем себе еще больше ад в том аду, в котором мы уже живем? Каждый из нас создает еще больше ад. Те, кто разрушают то, что на 10, на 100 человек, один пытается что-то организовать. И все пытаются ему все это развалить. Понимаете? Я могу вам единственное, что здесь парировать. Ну, скажем так, про фильм я не могу сказать. Я догадываюсь, какой посыл. Я понимаю, какие там внизу комментарии, такие немножко лубочные, да? Ну, это естественно, потому что как бы... Создатели фильма так думают. Ну, как хорошие. Поскольку мы взяли очень хороших артистов, они сыграли правдиво. И мы можем... Их посыл был именно тот, как было описано в комментариях большинства зрителей. Это понятно. На самом-то деле вы прочитали там второй слой. Я единственное, что могу сказать здесь. Ну, людям действительно где-то проще упростить до ситуации там неких святых скреп, святых позиций, там святость родителей, детей надо любить, ну и так далее. То есть, ну, такие общепринятые нормы, к ним легче прибиться. Поэтому, естественно, когда выходит такой фильм про сына, маму, телефон, работа, он забывает там. Знаете, как социальная реклама была такая. Позвоните родителям. Он не забывает. Если бы эта мама была ему поддержкой, если бы она единственная, кто его понимал, если бы она ему действительно помогала выживать, он бы сам бы, как он бегает, наверное, как психолог, каждую неделю. Дописали сюжет в данном случае, потому что, я думаю, режиссер предполагал другое. А неважно, хороший художник, он рисует как есть. А когда оно как есть, интерпретация именно как будто мы видим это в жизни. Я с вами согласен на самом-то деле, может быть, не на сто процентов, но на большое количество процентов. Единственное, что я могу возразить здесь, парировать, что вот этот герой, которого сын допекает, мама, ну, во-первых, она же его и воспитывала, как воспитала, так и воспитала, собственно говоря. И это ей не то, и это не то. Ну, наверное, тут могут возразить, что она так вредничает, чтобы добиться его внимания, такая, знаете, как от противного реакции. Но это уже там второй вопрос. Смотрите, какая ситуация. Вредничает, чтобы его унизить. Он сам держит эти оковы. Ему ничего не мешает сказать, сын, ты в армию, мама, вот тебе деньги, сама покупаешь вино, то, которое ты хочешь, а я еду с мужиками рыбачить. Ну, допустим, я так грубо сказал. Он же тоже, понимаете, он мечется. Он не мечется, он не мечется, он пытается создать нормальную систему в семье, где сыну можно... Ну, не получается. Не получается. Так виноват, что ли, он? Он виноват перед собой. Перед собой. Перед собой. Нет, ну он же не... Нет, смотрите, как... Вот что ему тогда вы предлагаете сделать, как вариант? Стать географом. Стать географом. Нет, ну чтобы не стать географом. Выхода нет. Нет, прям... Ну, почему нет? Он может просто послать всех и начать жить для себя. Ну, можно так сделать. Он делает все правильно, как правильный человек. Но мама его ведет себя так, как нельзя себя вести. Ей не надо так себя вести. Так получается, токсичная мама, как сейчас говорят. Токсичные люди, да. Она должна сказать цену. Нам рекомендуют избавляться от токсичных людей. Да, чем ты занимаешься? Да, ой, молодец, реклама, гоголь-моголь, ой, какая хорошая идея. Какой ты все-таки у меня молодец. Как я счастлива, что у тебя вот все складывается. Боже, какая вкуснятина. Как ты меня балуешь. И такие суки есть. И тоже плохо. Ну, хотя бы. Вы понимаете? А то, что она там устраивает, я не знаю. Тяжелые эмоциональные фильмы мы выбрали. Тяжелый получается у нас такое послевкусие. Как от этого кислого вина. Да. Да. Может, хоть на это обратят внимание, что я Диану козой и блядью обозвал. Ну, это... Вы знаете, как сказать? В сети, в мире можно найти те, кто и половину назовет ее святой, кто назовет ее козой. Ну, уже как бы она умерла. Тут что говорить? Мне совершенно не нравится эта монархия. Я совершенно не сомневаюсь, что они ее и угробили. Здесь я ничего не могу сказать. Я, на самом деле, даже об этом не думаю, потому что, не знаю, может быть, мне все равно, как это мне ужасно прозвучит. Я в данном случае для себя немного упростил жизнь в этом смысле. Обычно я ее усложняю для себя. Я упростил, я смотрю просто как фильм. То, как воплотили, то, как сняли. Я как бы не, да, я не знаю, какая была Диана. Я смотрю, вот, актрисы... Нет, симпатию, конечно, она вызывает, как девушка, как женщина, она вызывает определенную симпатию. Я смотрел более холодным взглядом на этот фильм. Даже не то, чтобы... Я не могу сказать, что прямо... И ругаюсь я так, потому что я сам такая же проститутка. Я бы тоже бы... Меня пустили в эту семью, я бы тоже там все бы перевернул. Меня и пустили в приличную семью, православию. Посмотрите, что я наделал. Выскочил и давай там, значит, материться и орать. Нет, обычно возмущаются больше всех тех, кто больше всех похожи на тех, о ком они возмущаются. Нет, ну, в данном случае, знаете, как говорила Ироневская, не надо бояться тех, кто ругается матом, надо бояться, как она говорила, я сейчас уже не помню, тихие бляди или что-то в этом роде. Это правда. Огромное вам спасибо за эту беседу. Вам спасибо. Очень было интересно. Спасибо. Подпишитесь, пожалуйста, на наш канал, поставьте лайки под нашими видео, перешлите их друзьям, знакомым, близким. Так тяжело найти что-то хорошее, чтобы не было жалко времени тратить. Столько есть сериалов, столько есть фильмов. Мы обсуждаем каждую неделю то, что посмотрели сами и приглашаем каждого из вас принять участие в наших видеобеседах. Не забудьте подписаться, не забудьте поставить лайк. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!